Какие виды пара дает Комета Бега? А правая воронка с нижних камней закрыта камень. Бедрами лить там на печку, вот так вот, тазиками. Небереза, сосна, дуб. Кучу различных подарков там дарить в течение ближайшего года. Друзья, всем привет, с вами канал Живая Русская Баня. Меня зовут Владимир Ефремов. Со мной рядом Сергей, это компания Грильдэ. Я вот его пока поймал специально, чтобы снять определенное видео. Сейчас вы узнаете, про что будет видео. И Петрович еще к нам приехал. Мы в баньке уже попарились, уже чайку попили, уже отдыхаем, сидим. И очень и очень много вы вопросов задаете, а как вообще печкой пользоваться в бане. Ну, не просто дрова закинул, растопил и потом куда-то воду льешь. А вообще, как печкой управлять в бане. Так вот, сегодня видео про печку Грильдэ, как ей управлять для тех, кто думает ее только купить. И тех, кто ее уже купил, но, возможно, даже не понимает, как она работает, эта печка. Вот от первоисточника мы сегодня все это и узнаем. Давай, Серега, расскажи. Итак, может быть, я буду показывать. Ну, давай, давай, показывай. Может быть, мне встать. Заметили, какие у нас сегодня веники были? Они у нас здесь на полу еще валяются. Обалденно. Итак, вот смотрите, здесь печка отработала 2000 часов сейчас, на сегодняшний момент. И я так понял, Володь, здесь вот те камни, которые положили в самом начале. Не докладывали. Не докладывали. Вот вы видите, за 2000 часов, вот они реально, часть из них уже исчезла камней. То есть, видите, здесь пусто, и они какие-то просели, какие-то песочек превратились. То есть, достаточно большое время, и надо обязательно менять камни. Это очень важно. Закрытые каменки, если у вас лежит жиды, то я бы вам посоветовал менять каждые 500 часов. Если открытые каменки, ну, это надо по внешнему виду смотреть. Здесь вот мы видим за 2000 часов какие-то капли. И сейчас, если эту печку отмыть, она будет как новая. В принципе. Почему? Потому что эту печь эксплуатировали правильно по инструкции. Далее. Первое. Как нужно эксплуатировать печь? Это самое важное. Есть у печи инструкция. Обязательно ее изучите. Там все написано. Как топить, как закладывать камни, как подкидывать. То есть, есть все. Какой дымоход. Да. Это очень важно. Если вы хотите, чтобы печь у вас отработала как здесь, в этом режиме, это практически 10 лет. Сейчас она отработала. И чтобы она работала 10 лет и более, надо просто соблюдать инструкцию. То есть, у вас в бане должно быть сухо. В бане должна быть проветриваемая. И у вас печка будет... Вот здесь вот... Вы же ее ни разу не мыли? Один раз ее чистили, но не мыли ни разу. Не мыли ни разу. Ну, вот видите, состояние печи. Оно, в принципе, нормальное. Ее сейчас отмыть, помыть. И она будет работать дальше и дальше. Так, расскажи, как ей управлять? Вот пришел человек в баню. И какие дрова он закинул. Пошли туда, к зольнику сначала. Итак, по дровам и видам топлива. Мы рекомендуем березу, либо аналоги. Почему? Потому что у любой стали есть температура окалина образования. И наша задача не выводить на этот режим. То есть, когда уже печка разрушается. Поэтому есть вот такие дрова, которые горят там тысячу градусов, там 950. Очень важно соблюдать тягу. Тяга, то есть, она не должна быть излишней. То есть, если у вас очень высокий дымоход, нужно обязательно ставить шибер и управлять уже, то есть, регулировать этим дымо. То есть, она не должна гореть активно. То есть, там гулы, там такие гулы, там вот это вот ничего не должно. Я просто рассказываю обычным языком. Мы регулируем горение зольником. Обычно рекомендую при растопке, вот печь, вот сейчас там горят дрова, растопили. То есть, открыли зольник, растопили, горение уже пошло. Активно уже взялось. Образовалось там такое ядро тепловое в топке. Потом можете закрывать зольник полностью. Если и в этом режиме комета Вега работает. Если у вас недостаточной тяги, вы видите, что нет активного горения, вы можете чуть-чуть приоткрыть зольник. Вот таких вот вещей на поставинку делать не нужно. У вас практически вся энергия будет улетать в трубу. А нам надо, чтобы у нас закрытая каменка нагрелась, открытая каменка нагрелась. То есть, это все нам нужно. Далее, заложили активно щепочки, то есть, растопили, ядро уже там есть, занялось. Забили полную топку. Настроили режим горения, либо закрыли, либо оставили в маленькую щелочку и все, и уходите. Одна закладка здесь березовых дров сухих горит час пятнадцать, час двадцать. То есть, это порядка четыре-пять полений. Эта печка имеет европейский сертификат, что она с высоким КПД. Ее могут устанавливать на территории Евросоюза. Эту печь монтировать. И она подходит под местные жесткие требования европейские. Сейчас пойдем обратно в парилку, и я вам покажу, какие виды пара дает Комета Вега. Итак, я уже говорил, что печь имеет очень высокий КПД. Ну, я бы не сказал, что там очень высокий, но выше, чем у многих банок печей. Мы сейчас даже добились на Комете Веги, который отправляем в Германию, что у нее температура 270 градусов на выходе, может быть, всего лишь дымохода. Поэтому здесь вот даже на обычной Комете Веги, если вы видите, там внутренняя труба блестит. Она не перешла вот в этот режим. То есть, получается, не было на ней пятьсот градусов ни разу. Дальше. Давайте я теперь расскажу про пар. Здесь у нас три вида пара. Так как левая, то есть, одна воронка и вторая воронка. Левая воронка, она уходит, она, получается, снимает пар с верхних камней закрытой каменки. А правая воронка с нижних камней закрытой каменки. Внизу температура выше. То есть, там где-то порядка пятиста градусов внизу, а наверху где-то порядка триста пятьдесят градусов. Вот. Поэтому у нас здесь есть даже на одной печи две воронки и у них разные температуры пара. И есть еще открытая каменка, где мы получаем достаточно обычный пар, как с обычной печи. То есть, там камни нагреваются порядка двухсот пятидесяти градусов до трехсот. Вот. И мы оттуда снимаем тоже пар. Я сейчас не буду подавать, потому что у нас сейчас сразу все запотеет и вся эта история быстро закончится. Рассказ. Вот. Не рекомендую на печь, чтобы вот у вас вот эти краска жила достаточно долго. Рекомендую подавать только на воронке, либо вот в эти вот части. Немного. То есть, не обидеть. Не надо вот так вот ведрами лить там на печку. Вот так вот тазиками. Если вы хотите, чтобы печь долго прожила. Потому что все равно любая печь предназначена, чтобы получать оттуда пар. А не для того, чтобы ее там обливать там водой. То есть, у нас есть определенные места, откуда мы это делаем. Дальше. По поводу соли, щелочи, мыльных растворов. Если вы здесь вот принимаете водные процедуры и обливаетесь прямо рядом с печкой, вы должны быть готовы к тому, что лакокрасочное покрытие, оно будет ухудшаться. И достаточно быстро. То есть, желательно от печи отойти и этим заниматься. Если вы это будете делать с мыльным раствором, то здесь уже пойдет уже другой процесс. Уже не только лакокрасочное покрытие будет портить. Но и сама печь, и сама сталь будет коррозировать. Именно если мыльный раствор. Запрещено ложить не какие-то соли или еще что-то. Это была одна история. Печь стояла на берегу моря. И брали воду для подачи морскую. Два месяца. И печка не прогорела. А она соль разъела. Притом точку. Представляете? То есть, в одно место льют. И вот она вот так вот разъела. Поэтому соль ни в коем случае нельзя. Это без разницы какая печь. Чугунная, стальная, нержавейка. Соль запрещена. Так, как пользоваться баней с кометой Вегой? Как это делаю я? Я прихожу парная. Она, ну, к примеру, я, если немножко как бы запустил, у нас немножко парная пересушенная. То есть, первый заход. Все досочки там, ну, градусов, там, примерно 80-90 потолок. Градусов 50-60 у нас стены. Нагретая парная, ну, сухо. Я сначала захожу, закидываю на открытую каменку, где-то порядка, ну, грамм 600-700. И закрываю дверь. Я это делаю для того, чтобы дерево насытилось влагой. Далее. Вот уже выхожу. Потом буквально на минуту я делаю залповое проветривание. И мы уже захожу, и парная уже готова. То есть, она уже определенная влажность, там, порядка 20%. Что мы делаем? Начинаем работать уже с закрытой каменкой. С левой, с правой, с левой, с правой. Это уже как бы зависит от человека. То есть, здесь температура чуть пониже. Здесь порядка 350-400. Здесь 450-500. С правой, получается, воротки. Вот. И понеслась. То есть, у нас есть три вида пара. Если я... Человечка уже хочется немножко даже обжечь. Ну, чтобы он уже так вот говорит. Давай мне там остренького, остренького давай. Раз на открытую каменку. Пар тяжелый, влажный. И он уже таким жестко достаточно ложится. А с этих каменок ты работаешь, очень легко дышится. Никакой... Никаких нету такого дискомфорта, что тебе там дышать неудобно или еще что-то. Я не такой оратор, как Володя. У меня нету опыта, чтобы вести такие ютубы каналы. То есть, я не блогер. Прошу меня извинить, если я не умею вот так вот говорить на камеру. Теперь по поводу просушки. То есть, вы попарились. Обязательно нужно высушить парную. Обычное дело. То есть, я как делаю. Закидываю еще где-то 4 полежка. Настраиваю. То есть, открываю немножко зольник. Либо его оставляю открытый. Это зависит от ветра, от тяги. Вот. И ухожу. То есть, у меня печка работает. Все просохшие. То есть, за час еще есть емкость камней. То есть, просушка идет примерно после того, как я закинул, еще часа 3-4. То есть, за 3-4 часа баня должна полностью высохнуть. Если у вас влажные дрова, первое, не береза, сосна, дуб, то у вас достаточно часто будет забиваться дымоход. Ну, как часто. Ну, может быть, раз в 500 часов примерно, как бы возможно. Но, если вы делаете все, топите по инструкции, все у вас отлично. И тяга отличная. То есть, и дымоход, и дрова у вас сухие, березовые. Я не думаю, что он будет забиваться. У меня вот печки, получается, 5-й год или 5. Я ее ни разу не чистил еще. Свою печь. У меня стоит вега. Поэтому здесь это все зависит от настройки. Вот здесь мы уже чистили после 1000 часов. Да, она отработала, чистили. Вот здесь не хватает одного метра трубы. Если бы мы добавили этот метр трубы, то она, возможно, бы и не забилась. Вот. То есть, когда здесь идут порывы ветра, печка работает нормальная. Когда здесь штиль, печь, она немного, ей недостаточно тяги. Вот. И поэтому он забивается. Все. Ее чистить достаточно просто. Еще может быть забиваться, если у вас стоит бак для воды, вот где как раз проходит бак, там постоянно внутри образуется конденсат. Особенно при начальной затопке. И этот сажа налипает на конденсат, и она начинает расти. А потом все это падает в печку. Ребят, это вроде такие достаточно элементарные знания, которые, ну, вроде как понятно. А многим действительно это непонятно, как вот печкой управлять. Поэтому видео может быть отчасти и скучное. Ну, вот именно тем, кто пользуется печкой, и тот, кто планирует эту печку купить, оно крайне полезно. Так что, было полезно, ставим пальцы вверх на канал, подписываемся. И Сереге, спасибо за то, что дал нам эту печку на испытание. Ну, а у нас эта баня вместе с этой печкой, спасибо и кедровому раю, спасибо дачному эксперту. Спасибо Гриль Дэ за эту печку. Молоде и премьему, спасибо. За то, что мы ее топили. Она у нас поедет к победителю, а победитель уже известен. Мы это видео онлайн будем сейчас запускать, но вам он уже известен, когда вы будете смотреть это видео. Так что, ссылки на всех внизу. YouTube канал Кедрового Рая тоже здесь же внизу будет. Переходите на него. Коля обещал еще кучу различных подарков там дарить в течение ближайшего года. Так что, ссылки все внизу, участвуйте и вам точно повезет. Палец вверх и всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok